Проприетарный, синоним слова плохой. Проприетарность не дает другим залезть внутрь и что-то улучшить, таким образом покупатели вынуждены приобретать второсортные товары по завышенным ценам. Приставка Microsoft Xbox просто эталон проприетарности. Она использует USB джойстики с разъемами нестандартной формы, обычные DVD диски с нестандартным сектором для защиты, обычную флеш-память с нестандартным напряжением, обычные жесткие диски с замененной прошивкой и нестандартными разъемами, и обычные USB накопители, ограничив их объем 16 гигабайтами. Нужно ли говорить, что стоят оригинальные комплектующие в разы дороже аналогичных по характеристикам товаров? По цене фирменного 20 гигабайтного жесткого диска можно купить диск на терабайт, а по цене карты памяти на 16 мегабайт флешку на 32 гигабайта. Проблема в том, что Microsoft сама ничего не разрабатывает, она просто заказывает стандартные комплектующие и оснащает их нестандартными разъемами, чтобы нельзя было подключать обычные устройства, либо же на уровне прошивок ограничивает список допустимого оборудования, чтобы впаривать покупателям свои переделки по заоблачным ценам. Это чистые воды навязывания бренда. И собственно говоря, проприетарные разъемы и стандарты как раз и существуют для того, чтобы навсегда привязать покупателя к одному производителю, лишить выбора. Впрочем, можно подпортить праздник Microsoft, ну хотя бы чуть-чуть. Дело в том, что некоторое время назад Microsoft разрешила использовать на Xbox в качестве носителей обычные USB накопители. Без подвоха не обошлось. Какая бы большая ни была флешка или диск, вам доступно всего 16 гигабайт. Хотите больше? Покупайте официальный жесткий диск за дикие деньги. Впрочем, существует способ использовать все доступное на диске пространство. Сразу оговорюсь, лимит в 16 гигабайт убрать не получится, так как приставка тут же зависает. Это всего лишь способ обхитрить консоль. Для начала подключите USB накопитель и, следуя экранным подсказкам, настройте его в качестве накопителя Xbox. Теперь подключите диск к компьютеру. Вы увидите там раздел в 16 гигабайт с одной единственной папкой Xbox 360. Если папки не видно, то включите отображение скрытых файлов в свойствах папок в панели управления. Внутри папки содержится как минимум 3 файла data. Они и представляют собой так называемую FATX, проприетарную файловую систему, использующуюся в Xbox. Перепишите папку на компьютер. Теперь воспользуйтесь любой программой для работы с разделами диска, например Gparted, чтобы полностью удалить все разделы на диске. Дело в том, что Windows плохо работает с разделами на съемных носителях и не дает создавать FAT32 разделы больше нескольких гигабайт. У специализированных программ таких ограничений нет. Создайте раздел на весь объем диска и отформатируйте его в FAT32. Теперь перепишите на него папку Xbox 360. Создайте несколько копий папки с порядковыми номерами в названии. Фактически мы забиваем весь диск кусками по 16 гигабайт. Консоль будет использовать папку с именем Xbox 360. Задав папке другое имя и переименовав любую другую папку в Xbox 360, мы подменяем используемую консолью систему на другую. Ну, примерно как заменить компакт-диск в приводе. Да, это не очень удобно, и для смены нужен компьютер, но это единственный способ использовать весь объем внешнего накопителя с Xbox 360.